добрый день друзья сходил на прием на базар на приемку вот не все что я купил на базаре давайте расскажем тройник не еще один нужен такой тройник с небольшим дефектом подойдет как минимум так вот ценная вещь шпунтубель а сестра детского завода имени водского нет прижима и жили набора железа он используется чтобы паз сделать ну соответственно ширина паза зависит от железки поэтому должны быть сменных набор железки выпилить несложно из большой прижим у меня есть чертежи но дело честно говоря как хотелось бы сделать то есть это была цена сразу выше было понять как это вот у меня есть такой же для себя получше чуть-чуть состояние вот 300 рублей отдал за тройник полтинник ну главное что есть прижим вот это уже большой плюс нет еще упора ограничители глубины бы здесь просто можно взять болтик ну снизу вставить он будет шляпкой ограничивать или сверху ну тут вообще такая она пластинка и со штырьком ну вот ну не меньше тысячи стоит вот взял вот такой портрет кажется вопрос кто это знатокам переворачиваем все подписано в маяковский фото о брик осип максимович брик чем интересно что вот есть цена знаю видно у меня нет где резкость 70-ый год тираж 1000 10 тысяч штук типография лик ленинград куйбышева 28 есть атрибуции когда кто сделал какой тираж за 100 рублей взял вот фото осип максимович брик недавно фраза понравилась он приписывается ему не знаю насколько правда бог есть но я в него не верю вот такое интересное отношение к религии у меня две курсовых по маяковскому нет как бы близок люблю я маяковского ну опять если получится породать то почему бы нет не получится буду считать что купил для себя так угольничка такой 200 рублей отдал не дешево меня на за 400 можно продать нельзя ну за 300 точно можно взял к его знакомого его им денежку сделать и чуть-чуть я заработаю но его как результат в третье кусочки за 300 я их на базаре за 500 можно без проблем продать было вот я за 500 взял две вещи как видите ну прям нулевое состояние цена 5 рублей я что-то продавал в плохом состоянии я не по рубли обли 700 я тогда думаю они могут стоить то есть как бы вот с одних тисочков плюс выйти если это 300 то удвоить вот как вы видите валяются здесь а вот такой вот чайник крышка не от него но тоже чего-то старого обычно мне попадались кофейники это чайник вот что-то не месяц заплату по полторы тысячи стоят кофейник и кувшин что-то долго стоят ну по 1000 думаю вы их продал уже вот поэтому попробую вот чайник за тысячу поставить взял за 100 рублей так на вот фотоаппарат фотоаппарата не все взял 11 зенитов но они без объективов то есть я не помню как то у некоторых не хватает чехлов там как такая ну то есть вот как то так кучей плюс одна смена за 700 рублей я чудо продавал без объектива рабочий рублей за 300 может за 250 что-то такое вот смену я недавно продал без чехла тоже какая-то сломанная на это тоже сломанная за 120 рублей то есть если я один от 12 включая смену по 100 рублей 1200 500 прибыли если я их по 200 222 300 соответственно вот такие такой какой-то расклад зенита разные вот для примера 11 с 11 начинал но у нас был белый ничего потом был 12 потом что двадцать того чтобы они есть 12 122 и т ттл по мумбе вот ну часть сломана фотоаппаратов какие-то рабочие надо глядеть надо вот здесь видите по моему отломану вот она здесь есть а здесь нет что здесь полезного и здесь вот есть для крепления гайка вам как этого на 1 4 короче дюймовая резьба может быть как гаечка нужно чтобы крепить что-нибудь этому сколько как его назвать штативу вот вот мне здесь это резьба какой-то переходник можно вот эту отвинтить куда-то привинтить еще и сделать переходник на эту речь будет 42 075 как что еще может быть полезно но здесь есть фотоэлемент можно экспонометр можно использовать экспонометр надо смотреть вот здесь вот такая вот есть соотношение гост дину вот что еще интересного напиши башмак можно куда-то его видно если какую-то ведомую вспышку использовать хотим как ведомую то мы можем привинтить на штатив фотоаппарат сюда вставить вспышку можно снять и так ну вот пилить как-то это сделать не такое тяжелое вот опять же тут вот это железо снизу выжили гайки железно снизу крышка вот это и вопрос интересно они довольно тяжелые возможно их просто разобрать на цветметр будет уже дороже и что еще хотел допустим какую-то я переноску хотел сделать для какой-то вспышки старый какие-то такие вещи там винтики маленькие гаечки я думаю вполне получится их продать чехол какие-то целые какие-то сломанные можно учить попробовать сшить какую-то чехол на современный фотоаппарат вообще какой-то фото день вот купил мечту детства что это такое-то мех для фотоаппарата правда не комплект в интернете комплектный это тысячу полторы стоит но две там больше ну скажем так за полторы наверно можно взять не хватает винтика ну винтик это фигня это найдем и но главное не хватает вот такой часть только должна быть с внутренней этой сбой для чего он нужен с одной стороны навинчивается фотоаппарат допустим здесь он закрепляется мускай с обратной стороны с другой стороны объектив и можем вращая рукоятку может ставиться на штатив и мы увеличиваем вот это вот расстояние между объективом и ну то есть функция тоже что и удлинительных колец только здесь мы можем регулировать и ну расстояние намного больше может быть хотя я оставил где-то три комплекта колец там уже получается края не резкие то есть там только пациент но опять же это может быть как художественный прием ну вот есть более хитрый современные меха там он может еще как-то вот наклоняться изгибаться в разные стороны какие-то вот такие вот я чуть все хотел как-то мечта детства ну как вы видите здесь ничего сложного нет на мой взгляд с кольцо ну проблема будет только резьбу нарезать но опять же надо учиться попробуем тяжеловат ли алюминия возможно и не алюминия вот заготовочки у меня есть ну надо вот этот я думаю не проблема вот эти соблюсти потом видите если делать наружную резьбу то надо ну идей к его с одной стороны диска из другой надо переставлять либо будет неудобно вот этим вот сюда подлазить из-за вот этого а внутренняя резьба проще получается у меня вот этой часть у меня нет ну . будет это кольцо и я вот так закрепил проточил этот угол сделал и здесь уточу вот можно допустим попробовать сразу на боя нет еще сделать баен нет не знаю как нужно мне или нет чем еще может быть интересен я разные вот эти объективы советские на проекционные они некоторые должны были близко к фотоаппарату какие-то дальше то можно именно поискать вот это поглядеть то есть если сделать ну и надо сделать какую-то тогда крепежку либо как минимум можно его использовать как упор сюда я представил объектив здесь фотоаппарат я вращаю вытягиваю и понимаете какого размера мне нужен переходник вот такая функция вот плюс еще в чем в этой покупке у меня лежит мех от объектив этого мат увеличить или намного больше то есть и там резьба 39 то есть там надо как-то переделать было все как ну как бы надо но лень то здесь выточить эту проще может быть за день сделаю там надо было две там надо что-то еще менять и она здоровее штуковина но бессмысленней то есть это компактная вот положили рядом с фотоаппаратом вот то есть ту можно значит будет выставить на продажу понятно что он за полторы тысячи на не будет стоить это еще на не будет стоить и а вот 500 уже надо посмотреть можете 500 и если получится ту ту штуковину я взял в металлолом это увеличить или ну то есть получается можно чуть ли не хорошо сэкономить не сэкономить ну то есть получается так уж и дорого ну а так все таки такую иметь приятнее чем от увеличить или что-то переделал но опять же вопрос надо на нее поглядеть может быть снять с этого чтобы там 39 это получается мы можем намного меньше объектива вставить если будет и возможно там если как-то сделать смен на их ну скажем больше ну сразу же вот как сказать то товарный вид или когда надо хотя и что вопрос на любителя кто-то хочет купить там типа за тариста рублей чтобы как я купил за 500 вложил чуть-чуть труда получил вещь которую можно купить только за полторы тысяч кому надо это тот купит за полторы готова ну вот как то так так что еще я купил сейчас давайте я нажму паузу так я взял еще один штатив у меня есть такой один штатив да и точно такой же здесь немножко есть дефекты но цена 300 рублей вот это штатив то есть вот эта площадка немножко обломана но на функционале это не сказывается и вот здесь видите тоже есть вот теперь меня два одинаковых штатива и надо по-хорошему его надо разобрать и вот сюда другое барашек поставить вот либо сделать переходник вот эту вот штуку я могу прикрутить сюда зачем мне два одинаковых ну скажем если какое-то освещение выставлять раз что на мой взгляд солиднее выглядит так так соберусь когда что-то такое относительно коммерческое делать мне там два одинаковых штатива не то что какие-то разные вот я таких вот что еще так но это вроде все что я взял базаре сходил на приемку на приемке я взял в основном виллу кирку молотков там несколько из интересного ну час не охота лезть с областью это показывает судок с крышкой он от набора там их три или сколько-то ставится и она закрывается но вот один из нержавейки вот такая вот штуковина попалась я уже говорил я все хочу поизобретать раму не такие нужны пару ремней взял ну вот честного заныкал кусочек алюминия мне нужен был для одного проекта ну скажем сюда нет маловато ну все равно то в кучу мусора себе вот тут и не вытащил вот два гаечка ну то есть всякого такой молчевки но ничего не особо вот это ремень был интересен чем от машина с такими вот пряжечками вот давали мне вам постирать вот взял такую счету ручку ну вот единственная на это папа сейчас найду вот и поширкали думали надеялись на чем интересно можно приделать ручку и будет снова торг из нержавейки можно использовать как походную кружку вот если так сверлить отверстие походный котелок ну здесь где-то я как думаю миллилитров 300 я думаю как раз так можно выставить за полтинник продать и я думаю возьмут пускай делают что хотят можно как карандаш использовать нержавейка на есть нержавейка можно делать все что угодно и на объектив положить ну как походная на конечно да что вот она расширяется но зато если уставить это в угле закипать вода будет намного быстрее то есть как бы нашла широкая вот его поставили охватывать вот такая вещица вот мне еще интересная вещица кусок штангенциркуля какие то есть довольно плохо читающие тогда пытался поменять мне не получилось но не подошли они разные чуть-чуть есть ну возможно этот подойдет опять же здесь он должен быть хороший 90 градусов угол приложить ну то есть как но опять же в таком состоянии можно попробовать продать я ржавые продавал там по полтиннику еще как-то на запчасти то есть тоже какой-то полтиннику можно прогнать вот молотков там кувалду взял там 9 килограмм получилось ну повал до 300 рублей кирка не очень 250 рублей там молотки там штуки 4 там по полтиннику один там за сотку ну вот какие то может что 50 там надо поглядеть не разбирался вот такие цены какой-то лезвие ножа еще где-то взял но он похож на самодельные . до кучи ну сомневаюсь что что-то сильно хитрое ну вот как то так то есть получается у меня для себя ну то есть временно как минимум пока эту изобретаю конструкцию вот этих надо несколько раму рюкзака я хочу изобрести для сена не изобрести придумать как и сделать с теми возможностями которые есть у меня понятно что там аргонной сварки можно там с трубогибом и можно сделать все что угодно там выгнать как угодно вот если там какой-то на гидроформовку труба кто там чтобы был переменный диаметр может теоретически это все возможно но скажем так пока нет мне такой возможности но вот поэтому что такое изобретаю что еще хочу сказать я тут и решил сделать канал телеграме что там то есть я сделал по этому поводу видео поэтому ссылку сделаю под видео подписывайтесь и я хочу там сделать еще будет чат параллельно то есть на канале будут выкладываться какие-то для видео сделаю про канал ну и чат там скажем обсудить еще что-то понимаем надо делать параллельно вот и то и другое что еще я вам скажу ну вот я не знаю по фотоаппаратам то есть я продавал и зенит и ну вот сейчас с объективами эти зураки стоят не берут но опять же но если их на авито на директор на мешок может быть там лучше но зенит я продавал сломанный как я уже сказал ну то есть может быть и 250 рублей если 10 штук по 250 2 500 и еще один 2 700 ну так было бы неплохо вот как я уже сказал рубанок это 1000 чайник ты еще может быть вот ну вот хорошо надо не поленится попробовать сделать опять же вот может быть мне вот этого на кусочка на два проекта может хватить и не уверены в этом давайте так прикинем сколько он 5 сантиметров мне надо где-то до 32 3 сантиметра на один проект может быть и два с половиной мало до 3 сантиметра на 1 и 2 2 2 сантиметра на тут с 2 то и не надо для облегчения работы тут как раз где-то нужно что там получится надо и вот как-то вот так вырезать он уже потом идет сширение к вышим скруглению так то вот этих вот двух нет там принципе сантиметра где-то хватит там резьба на 6 сантиметра с небольшим вот либо я собираюсь на днях к товарищу деревню кусочек чугуна у него постараюсь копает металл железо но скажем так стали сложнее обрабатывать чугун довольно легко ну вот мне нужно скажем так полтора сантиметра шириной вот здесь прижимает сантиметра 4 квадратик вот попробуйте с чугуна сделать что он как бы чугун вот может как раз два с половиной хватит пополам распилить ну если если здесь интриги не было это я хочу сделать гравер крепить в рессодяжку то есть там резьба 18 помощь шаг 2 соответственно здесь должен быть запас 18 если еще там сантиметра на 28 вот отпилить ну 30 как раз надо чтобы он не болтался и не знаю насколько это мне надо ну бывает надо вот он на 2 здесь можно не такая ну короче вот кусочек такой вот что еще вам рассказать молотки я не хочу постановление их вытаскивать они греметь ими грязными грязными мазаться вот что еще ну 42 вот здесь на баянет у меня есть переходник стандартным то есть не проблема вот такую штучку сделать на вот что еще интересного интересного вот ну по поводу этого как он называется телеграма если какие-то предложения есть так начал изучать я в идеале бы хотелось чтобы можно чтобы я допустим выкладывал а остальные могли комментировать скажем пользователи то есть это было бы на мой взгляд правильней но в теле вроде как в канале можно только выкладывать но я зрители скажем так вот лайки дизлайки могут ставить в чате могут писать все а если могут писать все то это может кто-то залезть там дать тщательно какую-то не знаю рекламу еще что-то как он спам писать вот какая то какая может быть фигня потом не вообще поглядя на несколько видео про телеграмм очень заинтересовался пока всяких этих ботов начал думать пара мысли есть ну надо еще кстати часовой механизм сколько секунд десять задержку то есть можно использовать для замыкания какой-то кнопочки еще чего-то этот для себя сделал открытие оказывается у меня вот такая палка казаться в ней кнопка работает bluetooth полгода палка я буш набрал на базаре оказывается рабочие вот такая вот что ты благодарю за внимание всего доброго